Если вы хотите узнать об открытии Arizona RP в GTA 5 RP, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Arizona, роли PlayFenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находятся в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому если вас все это заинтересовало, вам интересны все эти инсайды, или вы всегда хотели скачать Arizona Mobile, или там еще что-то хотели скачать, то переходите по ссылочке в мой телеграм-канал, и там все будет у вас замечательно, хорошо, а также отлично. И еще добавляйте меня в друзья ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Не так давно у меня вышел ролик про GTA 5 RP. Ну, как сказать про GTA 5 RP? Про Николая Соболева и какую-то такую, знаете ли, рекламную кампанию GTA 5 RP. Дело в том, что у них не так скоро, не так близко. В общем-то, у них совсем скоро открывается их новый, там, я не знаю, сервер, проект, все прочее, под названием, по-моему, Rainbow. И они для всего этого позвали прям аж целого, знаете ли, Николая Соболева, для того, чтобы вот он рассказал обо всем этом. И я, в общем-то, также в стороне не остался, и также рассказал обо всем этом на своем канале. Причем за бесплатно, знаете ли, можно сказать, прорекламировал GTA 5 RP на 100 с чем-то там, знаете ли, просмотров. И это, как бы, тоже неплохо. Бесплатная реклама-то, она, сами понимаете, тем более, там уже на том ролике скоро 200 просмотров будет. Мне кажется, что я должен попросить уже свои, знаете ли, вот эти вот все отчисления, дивиденды, роялти, возможно, и вот все-все-все прочее. Но давайте сегодня мы будем немного не об этом. Да, разумеется, тема у нас похожая, но все-таки немного она не стыкуется со всем вот этим. Но давайте, опять-таки, вернемся немного назад. Дело в том, что под моим видеороликом пользователь Gangster с аватаркой GTA San Andreas написал, ты не любишь GTA 5 RP, и ему ответили, то есть пользователь с ником Sammy ему ответил, то что, конечно, он не любит GTA 5 RP, ведь там нет серверов Arizona RP. Я абсолютно точно полностью согласен, потому что я вот не вижу смысла в какой-то, знаете ли, онлайновой игре, если там нету Arizona RP, то есть зачем вообще нужна какая-то онлайновая игра, будь-то там, знаете ли, Lineage 2, World of Warcraft, Overwatch, вот Warface, возможно, если там нету серверов от Arizona RP, вообще в целом от Arizona Games. Зачем такая игра нужна, лично я абсолютно точно не понимаю. Надеюсь, что в скором времени Arizona Roleplay станет абсолютным монополистом везде, но об этом пока что говорить рано. Дело в том, что не так давно, вот прям, я не знаю, когда я записываю данный видеоролик, озвучиваю, то новость вышла примерно где-то 2 часа назад, возможно, 3 часа назад, и она еще совсем свеженькая, но когда я ее выложу, она станет уже такая, знаете ли, немного вся вот на страницах истории, можно сказать. Поэтому ладно. В общем-то, Rage Network, это, знаете ли, такое объединение, потому что есть Rage Multiplayer, и, ну, вы сами понимаете, а Rage Network, это, я так понимаю, все новости по поводу вот этого, вот, знаете ли, Rage Multiplayer, и вот всего-всего этого. В общем-то, они в своей группе ВКонтакте, вот как раз-таки около, там, 2-3 часов назад, слили скриншоты создания персонажа на разрабатывающемся проекте от Arizona Games в Rage MP. Вот. И, знаете ли, я вот посмотрел на то, как это выглядит, и пока что я могу сказать, что это все выглядит немного не в стилистике Arizona RP. Да, я все понимаю, что, как бы, везде стилистика должна быть разная, она не должна как-то сочетаться, ну, хотя бы, я не знаю, цвета одни и те же. Я не говорю про стилистику, допустим, как в Сампе сделать, и, я не знаю, вот как в GTA 5, просто цвета те же самые. Ой, да что Arizona Mobile? Что там этот Rage MP Arizona RP Multiplayer Games? Одну... Что-то хуйня, что это хуйня, блядь? Донат машины и скины бомжей. Хпу, блядь. Хпу, сука, хуйня, блядь. Но тут все как-то выглядит очень даже пообычному, скорее всего, то есть это только разрабатывающаяся вся эта штука, но вот Arizona Roleplay в данном случае, мне кажется, идет не совсем по тому пути, то есть она пытается погнаться сразу за несколькими зайцами, и там в КРМП проекты делает, там, я не знаю, Родина RP, и там, допустим, Stage покупает, хотя Stage она уже давно продала обратно тем же самым разработчикам, и вроде как со Stage там что-то делают оттуда, там, снимал биг, потом он оттуда ушел, в общем-то это не имеет особого значения. Так вот, и Rage MP, Rage Network, видимо, все вот эти вот новости, они выложили тоже действительно скоро разрабатывается, скоро выйдет, и разрабатывается, я не знаю, Arizona RP в GTA 5. Непонятно, правда, что выйдет быстрее, вот вы можете сейчас в комментариях под данным видеороликом написать, вот что, по вашему мнению, выйдет быстрее, Arizona Mobile, который нам обещают уже достаточно долго, или Arizona RP в GTA 5. То есть, если смотреть на то, что готово еще только, и даже, наверное, не готово, наверное, это в сыром варианте, вот это вот, я не знаю, GTA 5 RP от Arizona RP, то, ну, можно сказать, что, наверное, Arizona Mobile выйдет побыстрее, хотя, зная то, как его любят переносить, и вот все-все-все прочее, то не совсем так вот все это можно сделать. Однако вы, если не знаете всю вот эту вот хронологию с Arizona Mobile, можете зайти на мой канал, в раздел самых популярных, и там посмотреть все видеоролики касательно Arizona Mobile. Ну, а на этом было, разумеется, все, что я хотел вам сказать по Arizona RP в Rage MP. Подождем, увидим, посмотрим, как все там это вот будет. Жалко, конечно, что пока что моя компьютерная, так сказать, малышка не может потянуть вообще даже игру на Rage MP, не говоря уже о записи этой самой игры, но, возможно, в будущем что-то изменится, я смогу для вас зафрапсить весь этот, знаете ли, игровой процесс и поделиться первыми впечатлениями, как, допустим, было с голосовым чатом, или с еще какими-нибудь функциями. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Rally Play Phoenix, а также мой никнейм Данте Коннора, а также моя телеграм-конфа, моя телеграм-канал, а все это находится именно там, в описании данного видеоролика. Переходите туда, ознакомливайтесь с информацией и подписывайтесь на канал. Хотя можете и отписаться, мне без разницы. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok